Это наше утро в начале лучшего дня. Желаем всем такого же солнечного настроения, как моя же сегодняшняя жилетка. Катерина Лисеевич, Герман Титов, мы начинаем. Всем доброе утро. Начать эфир мы решили вот с такой необычной новости. Пенсионерка из Китая завещала внушительное наследство своим домашним животным. Вот только вдумайтесь, почти 3 миллиона долларов. Да, по словам этой женщины, рядом с ней во время болезни были только ее любимые питомцы. Именно это и стало причиной такого решения. Что они будут делать с этими миллионами? Я не знаю, но тема требует анализа и обсуждения. Но мы возьмем все пошире, поговорим о наследии, которое мы оставим потомкам после себя. Будет интересно, так что начинаем со звездного прогноза. Поехали! Сегодня звезды советуют Овнам обратить внимание на материальную базу в личных делах. День может вас удивить щедрыми авансами, выигрышами и подарками. Тельцам не следует требовать от себя активности в профессиональных и творческих делах. Сейчас у вас отличное время для восстановления внутренних резервов, медитации и размышления. Близнецы, постарайтесь сегодня заниматься своими делами, которых у вас предостаточно. Воздержитесь от соблазна вмешиваться в чужие заботы и не советуйте никому того, что на ваш взгляд кажется правильным. Сегодня энергетический потенциал раков повысит предрасположенность к вспышкам агрессии. Попробуйте осознанно подходить к своему настроению, чтобы контролировать эмоции. Львы, вам предстоит сделать акцент на интеллектуальной работе, которая не только принесет удовольствие, но и станет полезной для дальнейшего карьерного роста. Девы, чтобы не портить отношения с друзьями и близкими, постарайтесь исполнить давние обещания, которые по сей день вас гложет. В остальном день сложится для вас приятно и благополучно. Весам вряд ли удастся спрогнозировать личную материальную стабильность. Звезды советуют вам подстраховаться на случай непредвиденных расходов и позаботиться о финансовой устойчивости. Путешествия подарят массу приятных эмоций скорпионам. Также они помогут вам разобраться со своими мыслями. Постарайтесь во время отдыха прислушиваться к своей интуиции. Стрельцам не следует надеяться на реализацию задуманных планов. Некоторые ситуации потребуют внести в них существенные коррективы. Попробуйте импровизировать, чтобы обыграть обстоятельства. Козерогам пора навести порядок в личном пространстве, сделать небольшой ремонт и, если необходимо, разобраться в деловой документации. Финансовых вложений могут потребовать новые проекты. Звезды предлагают водолеям почаще прислушиваться к интуиции. Именно с ее помощью вы можете получить важные подсказки и, руководствуясь ими, избежать жизненных ошибок. У рыб достаточно времени для того, чтобы выполнить незавершенные дела. Попробуйте правильно организовать окружающее пространство, расставить приоритеты и распределить свои силы. Чтение – вот лучшее учение. Так говорил еще Александр Сергеевич Пушкин. А еще книги – это связь временной поколения, конечно. Да, издание для детей, патриотическая литература и культурный обмен. Вчера в столице завершилась международная книжная выставка-ярмарка. Давайте посмотрим, как это было. Четыре дня в столице был мир книг без границ. 31-я минская международная книжная выставка-ярмарка вновь расставила свои стеллажи. Приветствие участникам и гостям форума направил президент. В этом году на выставке перелистывали печатные страницы более 20 стран. Наверху стоит незрячая для них книга, что можно пощупать, руками почитать. Наши конституты можно таким образом почитать. Янги Узбекистан называется. Это как Новый Узбекистан. Там наша история, как развивается, экономика так и показана. Основное, наши посетители спросят национальные блюда наши. Просят нашу кухню, интересуются пловом и другими блюдами. Есть что почитать и у стендов из России и Китая. Азиатская страна привезла в белорусскую столицу почти 2000 книг. На 31-й выставке-ярмарке прозвучали и дебютные строки. Их зачитал Египет. Но центральным экспонентом книжного форума стал Иран. Он представил публике более 500 своих изданий. В Иране люди больше всего любят художественную литературу. Также интересуют книги о культуре и искусстве, особенно, что касается традиционной иранской каллиграфии. Беларусь представила свои главные темы этого форума. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие нашего главного свода законов – Конституции. Она же одна из самых тиражных на выставке. Не забыли и про год качества, и юбилей классиков отечественного пера. Я бы сказала, на этой ярмарке присутствуют все возраста, но, однако, больше всего студенты. Больше всего покупают покетбуки, потому что они в ценовой доступности лучше. И их интересуют классические труды философов, психологов и классиков зарубежной и русской литературы. «Достоевский бессмертен», – говорил герой известного романа. Впрочем, писатель вместе с Толстым в топе русских авторов. Среди отечественных бестселлеров – «Дикое поливание короля Стаха Владимира Короткевича» и «Шамякин». В зарубежном слоге публика предпочитает Ремарка и Уайлда. Беларусь вообще одна из самых читающих стран в Европе и СНГ. Только в 2023-м издано около 8 тысяч книг и брошюр. Их общий тираж – почти 20 миллионов экземпляров. Как говорится, ни дня без строчки. 18 марта есть два верных способа предсказать погоду на ближайшие весенние деньки. Первый – это наблюдать за грачами. Да? Угу. Прилетели, значит. Все будет хорошо, будет тепленько. Интересный способ, но есть куда надежнее. Спросите у Дмитрия Рябова. Дима, доброе утро. Доброе утро, уважаемые друзья. Могу сказать так, что на этой неделе в нашей стране сохранится такой неустойчивый по весеннему характер погоды. Нас ждут еще и дожди, и даже еще мокрый снег. И ночные и утренние часы такие слабые, такие легкие морозы, а также перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Но могу сказать точно, что сильных морозов ждать не стоит. Будет такая неустойчивая, ну такая весенняя, такая умеренно теплая погода, но очень неустойчивая. И так сегодня в нашей стране и завтра ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. В большинстве регионов пройдут небольшое краткое время насадки. В днем в виде дождя, в ночные и утренние часы возможен мокрый снег. Ветер ожидается такой прохладный, восточный, северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в утренние часы от минус 1-3 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу. Днем ожидается плюс 2-7, во вторник по западу до плюс 9 градусов. Но какая погода ждет нас далее, я расскажу прямо сейчас. Итак, в среду и в четверг погодные условия будут определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой будут поступать влажные и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Ожидается облачность с прояснением. Локально пройдут небольшие кратковременные осадки. В ночные и утренние часы большая вероятность туманов, кушающих видимость до полукилометра. Ветер юго-восточный и южный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздухом ночные и утренние часы минус 3, плюс 3, днем ожидается плюс 6, плюс 12 градусов. А вот в пятницу, в субботу и в воскресенье погодные условия начнут определять активный атлантический циклон с центром над Балтийским морем и связанные с ним атмосферные фронты. А это говорит о том, что ожидается ненастная погода. Большинство регионов прогнозируются кратковременные осадки в основном в виде дождя, под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы от 0 до плюс 6 градусов. Днем в субботу плюс 9, плюс 14, в воскресенье станет еще немножко теплее, плюс 10, плюс 15 градусов. Тепло, но, к сожалению, очень влажно. А средняя температура воздуха прогнозируется даже немного выше климатической нормы. В принципе, погода будет такая, несмотря на то, что она неустойчивая, но спокойная. Никаких ураганов, активных циклонов не прогнозируется. Я расстроилась, если честно. Почему? Сначала похолодает, потом вроде бы потеплеет, но с дождями. Ну, что она мыла. В общем, мы ждем хорошую солнечную, теплую весну же, наконец-то. Продолжаем. Это наше утро. Мы начинаем отличный день и сразу есть хорошие новости для ценителей культуры. Выставка древнебелорусского сакрального искусства открылась в столице. А вот куда еще сходить и на что посмотреть? Александра Ашанова с нами уже на связи. Саша, доброе утро. Доброе утро. В арт-гостиной «Высокое место» открылась выставка скульптуры и живописи «Жемчуг» членов Белорусского связи художников Андрея Воробьева и Оксаны Евдокименко. Эти работы вызывают ощущение таинственности и волшебства, а абстрактные картины демонстрируют необыкновенно насыщенную палитру. Здесь действительно сочетание любви, в первую очередь, мужчины и женщины и отражение их в детях, их жемчужины, их дальнейшее продолжение. Перл как творческий процесс, как работа. Каждый шедевр художника – это его жемчужина. На выставке «Жемчуг» представлено более 40 работ художников. В пространстве арт-гостиной скульптура и живопис стали одним целым, тонким, эмоциональным и, безусловно, очень красивым выставочным пространством. А Национальный центр современных искусств приглашает авторов и творческие коллективы из Беларуси и зарубежных стран, работающих в области текстильного искусства, принять участие в 6-м международном фестивале «Текстильный букет» Девиз фестиваля 2024 года «Текстиль как любовь». Работы, представляемые на фестиваль, могут быть выполнены как в традиционных, так и в экспериментальных текстильных материалах и техниках. Лоскутное шитье от качества, вышивка, аппликации, вязание, куклы, костюм, скульптуры, авангардные изделия. Фестиваль пройдет в Минске с 5 по 9 июня. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку и выслать ее на электронный адрес дирекции фестиваля. Если куда сходить и в чем поучаствовать, наш культурный маршрут проложен до четверга. Красивых вечеров и до встречи! Ну что, заявку уже заполниваешь? Мне так сложно это, там столько всего. Откроешь в себе новые грани, понимаешь? Талант. Я так талантлив, я пою для любимого зрителя. Вот будешь не только петь. Ну хорошо, ладно. Продолжаем эфир. Всем доброе утро. Вот важное значение красной книги, она позволяет сохранить для наших будущих поколений редкие виды флоры и фауны. Это ведь тоже наследие. Да, но, к сожалению, значит уберегли мы не всех. И некоторых представителей животного мира сможем увидеть только на картинках. Несколько видов животных, которые не так давно исчезли с лица земли в нашей подборке. Голубая антилопа. Название животное получило из-за голубоватого свечения серой шерсти. Голубая антилопа когда-то была распространена в Южной Африке. Однако ее буквально за несколько лет полностью истребили белые колонисты. Последняя голубая антилопа была убита в 1799 или 1800 году. Четыре сохранившихся чучела находятся сегодня в Стокгольме, Париже, Вене и Лейдене. Дикий бык Тур тоже вымер по вине человека. Первобытные виды, опитавшие на севере Африки, подверглись уничтожению задолго до наступления нашей эры. Охота и методичная вырубка лесов постоянно сокращали поголовье. И уже к середине 17 века длиннорогие животные завершили свое земное существование. Каролинские попугаи имели привлекательную окраску оперенья. Крылья травянистые снаружи и пурпурные изнутри. Изумрудно-желтый хвост, охристая голова. Питались они семенами чертополоха и иногда лакомились фруктами. Именно любовь к сладким плодам оказалась роковой. Фермеры начали охоту на этих попугаев, защищая свои урожаи. И уже к 20-м годам прошлого века этих птиц попросту не осталось. Пропавшие с лица земли странствующие голуби проживали стаями и любили путешествовать на дальнее расстояние. Максимальная скорость их полета составляла 100 км в час. Охотники превратили ловлю крылатых путешественников в незаконный бизнес, а еще вырубали места их гнездования. Последний странствующий голубь погиб в начале прошлого века. Байдзи или китайские речные дельфины обитали в реке Янцзы и в озерах Дутинху и Пээнху. Они держались в мутной воде, где зрение практически бесполезно. Поэтому эти водные млекопитающие очень плохо видели и полагались на эхолокацию. В 2017 году комиссия по вымершим животным Китая объявила этот вид исчезнувшим. Это первое китообразное, которое вымерло по вине человека. И случилось это при нас с вами в 21 веке. 5 мая православные христиане отметят Пасху, а предшествует ей Великий пост, который начался сегодня. Его еще называют строгим постом Великим или Святой Четыре Десятницы. Правильно так? Потому что он длится 40 дней. Неделя перед Святой Пасхой называется Страстная Седмица. Это самая строгая неделя, которая готовит нас к Великому Празднику. В это время нужно поститься и молиться. Духовный пост намного важнее, чем телесный. И телесно нужно поститься. Сам Господь постился 40 дней в пустыне перед началом своей проповеди, перед началом общественной жизни, перед тем, как выйти на путь просвещения народа, творения чудес, на свой стадальческий путь. Он готовился, он постился. Это необходимо. Начинается с пищи и продолжается воздержанием от грехов, воздержанием и от пустословия, воздержанием и от уныния, и от печали, и от перевозношения, и от какого-то злорадства. В то время, когда идет пост, нужно отлечься от своих земных страстей и сохранять помыслы чистыми, а душем светлой. Уникальный проект «Запусти сердце» проходит по всей стране. Это курс сердечно-легочной реанимации. Он объединил тысячи учеников старших классов. Молодежь под руководством опытных специалистов учится оказывать медицинскую помощь. Важный навык, который без преувеличения может спасти чью-то жизнь. Пусть все будут здоровы. А мы поможем быть в тонусе. Обычно мы оцениваем продукт с точки зрения содержания в нем витаминов и минералов. Но существует группа веществ, которые менее известны, но куда более важны для нас, как антиоксиданты или регуляторы ферментов. Это флавоноиды. В каких продуктах они содержатся и чем так полезны для организма, сегодня об этом и расскажу. Флавоноиды – это растительные пигменты, и их самая заметная роль – раскрашивать в яркие цвета наш урожай. Но на этом их свойства не ограничиваются. По своей структуре и химическому составу эти вещества близки к гормонам. Они также участвуют почти во всех процессах, протекающих в нашем организме. Откуда получать флавоноиды? Лидеры по их содержанию – и яблоки, цедра цитрусовых, облепиха, лук, клубника и виноград. А в чем главное преимущество этих веществ для нашего организма? Флавоноиды являются эффективным профилактическим средством. Они обладают антиоксидантной активностью за счет снижения активности свободных радикалов в организме, что в свою очередь уменьшает риск развития онкологических заболеваний. Также снижает вязкость крови, уменьшает ломкость и проницаемость капилляров, улучшает жировой обмен, также углеводный и липидный, что в свою очередь нормализует уровень сахара и холестерина в крови. Когда нам нужны растительные флавоноиды? Ответ прост. При быстрой утомляемости и слабости, в период стрессов, при любых травмах, а также при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника. А правда ли, что флавоноиды положительно влияют на артериальное давление? Флавоноиды оказывают положительный эффект на артериальную гипертензию. Есть ряд исследований, доказывающих, что пациенты, которые принимают флавоноиды, отмечают некоторое снижение артериального давления, в отличие от пациентов, которые их не принимают. Это, в свою очередь, приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, больше нет оправданий тому, чтобы не есть продукты, богатые этими веществами. Включать их в свой рацион не составит труда. Флавоноиды можно даже пить. Из фруктов и овощей врачи советуют делать сок. Ну а больше всего полезен зелёный чай. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ. Люстра снится к неожиданным успехам или к участию в большом торжестве. Погашая во сне люстра – признак несбывшихся надежд и напрасных ожиданий. Покупка новой люстры в сновидении указывает на очень трудную работу. Сон, в котором люстра приснилась больному человеку, говорит о том, что он скоро поправится. И помните, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Это наше утро, и сегодня мы поговорим о подрастающем поколении. Проблемы в семье, конфликты с одноклассниками, плохая успеваемость. Такие подростки всегда требуют особого внимания. И в одной из спортивных секций Минска их энергию помогают направить в мирное русло. Наши корреспонденты побывали на тренировке. В секции бокса на Минской улице Космонавтов воздух накален эмоциями. Здесь занимаются в основном те, кого принято считать с трудными подростками. Федор Исаченко разбил нос однокласснику за то, что тот облил его перцовым баллончиком. На первое занятие по боксу его привел инспектор по делам несовершеннолетних. И сегодня Федор, как и десятки других подростков, посещающих секцию, на пути к новой жизни. Я уже не сильный хулиган. Эта секция изменила меня очень сильно. Давно я занимался ради того, чтобы драться на улицах. Хулиганское было мышление. А сейчас я пришел в бокс, в эту секцию, и хулиганить уже как-то не очень хочется. Человек, который мотивирует детей становиться лучше, тренер с 40-летним стажем Анатолий Лис. Он работал с детьми, спортсменами и студентами, готовил будущих чемпионов. В престижных фитнес-клубах приобщал людей к оздоровительному боксу. О каждом своем подопечном он знает, казалось бы, все. Они не худшие. Это просто клише такое, что они худшие. Они просто, может быть, недолюбленные, недопонятые дети. Есть дети хорошие, с хороших семей. С хороших семей. Но у нас только один принцип. Все дети, независимо от социального положения, они тренируются бесплатно. Несовершеннолетние в основном попадают в поле зрения правоохранителей за распитие алкогольных напитков, мелкое хулиганство, умышленное причинение телесных повреждений. В секции бои среди равных по силе, весу и физическим способностям. Учитывая все это, тренер решает, кого и когда ставить в спарринг. При этом постоянно объясняет детям, в чем отличие боев на ринге от драки. Ну, я научился ударом, уклонением. Научился защищать, постоять сам за себя, постоять за родных. Мне нравится в боксе то, что здесь можно отработать свои силы, выдать всю свою энергию в игруши. Меня папа привел сюда из-за проблем с дыханием. Я не мог вдохнуть нормально. Вообще, врачи говорят, что у меня психосоматика. Но сейчас я пришел, у меня с дыханием гораздо лучше стало. В секцию бокса принимают с 8 до 18 лет. Сейчас на занятия приходят и мальчики, и девочки. Здесь они не только занимаются спортом, но и находят новых друзей. Ну, что силы они дают очень, и ловкость больше. Вот это, что нравится. И можно защитить себя на улице, если там как-то кто-то там пьяный может. Что можно, как делать, там спастись самому. Ну, как сказал свеченка Федор, я ничем не занимался. Ну, вот мне Александр Сергеевич сказал, ну, это участковый, наверное, в нашей школе. Он сказал, смотри, вон Федя учится, может, ты тоже пойдешь на бокс. Ну, такое подумал, подумал. Федя меня потом как-то позвал на бокс, и мне очень понравилось. Я тут научился многому бить прямые, боковые. Я сильным стал. У меня, ну, меня в школе даже как-то так задевали. Федя меня защищал. Но потом я уже сам потренировался и могу сам задачу дать кому-нибудь. Ну, вот так вот. Ну, вообще я сюда пришел, чтобы стать сильнее и держать себя в форме. Чтобы, ну, больше никто не обзывал там, то, что, ну, из-за внешнего вида и так далее. В тренерской стоит стол, за которым привыкли чаевничать после занятий воспитанники и наставник. Обсуждают, что олимпийские мечты и перспективы – это хорошо. Но основное предназначение спорта все же в другом. Это сила духа и сила воли, дисциплина, воспитание, умение преодолеть себя, терпеть. И, наконец, возможность направить неуемную энергию, бьющую порой через край, в мирное русло. В планах здесь открыть клуб военно-патриотического воспитания. Вероника Артемьева, Иван Боровой, Александр Щербаков. Наше утро. Космические новости этим утром. Итак, белорусские Марина Василевская, наша Анастасия Ленкова на аллее космонавтов на Байконуре посадили свои именные деревья. Эта добрая традиция берет свое начало еще со времен Юрия Гагарина. Мы напоминаем, что старт экспедиции уже 21 марта. Еще не вечер, еще... Мне начало нравится. Хорошая, правда? Хорошая. И песня хорошая. А еще лучше это ток-шоу, где не стесняются говорить на самые острые злободневные темы. Тема следующего выпуска созвучна с главным вопросом нашей сегодняшней программы. Это что? Это наследство. Вопрос очень непростой, всех касается, поэтому к просмотрам очень рекомендуем. Брат убил брат, а сын изувечил мать. Зачастую портятся отношения между, казалось бы, родными людьми, когда дело касается наследства. А иногда такие сюрпризы всплывают, что впору детектив писать. Не было сюда. А мне сказали, сядьте на место, это не предмет спора. Но если вы точно так же вели себя в суде, как здесь у нас в суде. Я посмотрела его, я рыбу не видел. Но ничего, если вы вели себя так в суде, люду мило. Я даже еду ставила у подушечки, бы я работала. Не секрет, что особенно остро встает вопрос наследства, когда действительно есть что делить. Богатые тоже плачут. Помимо деток, есть еще и противная сторона, которая претендует на завладение имуществом этих несовершеннолетних детей. Не зря же дела, связанные с наследством, называют самыми тяжелыми судебными спорами. То подводные камни, то новые родственники всплывают на каждом шагу. Но бывает еще хуже и обиднее. Когда ушла из жизни моя мачеха, папа срочно нашел меня. Хотя в последнее время они избегали отношений с нами, отдалились. И он сказал, что надо возвращать квартиру. Я говорю, в смысле? Как возвращать? Тема наследства всегда была и остается одной из самых актуальных. Здесь много споров, ссор, слез и скандалов. Конечно, и мошенничеству место нашлось. Мошенники имеют такое свойство появляться в любой сфере, где присутствуют денежные средства. А как раз таки сфера недвижимости очень подвержена именно мошенническим преступным проявлениям в своей среде. В настоящее время очень важно об этом говорить, хотя бы с той точки зрения, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию, стали жертвами мошенников, знали о каких-то уже известных случаях и учились на чужих ошибках, а не на своих собственных. Ведущие, эксперты и герои программы обсудят тему с разных сторон. Уже сегодня в 19.00 на телеканале ОНТ. Всем доброе утро! 18 марта на календаре. И в этот день внутренние войска МВД Республики Беларусь отмечают профессиональный праздник. По этому поводу к нам заглянул гость. Да, в студии побывал заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь Сергей Гребенников. Давайте посмотрим. Сергей Александрович, доброе утро! Доброе утро! А точнее, здравия желаем! И вам здравия желаем! Ну, все-таки сегодня внутренние войска МВД Беларусь отмечают свой профессиональный праздник, чем и вас, и в вашем лице всех ваших коллег поздравляем! Спасибо большое! И надо сказать, что все-таки история вашего подразделения, вернее, ваших войск, началась в далеком, еще более 100 лет назад, в 1918 году, с формирования из добровольцев такого добровольческого отряда или команды. Вот как развивались войска? Первая конвойная команда была создана в Витебске, и она занималась конвоированием. Там были добровольцы. Вообще, она в тот момент находилась уже на стадии как бы такого распада, потому что это было становление советского государства. Но были те люди, которые сказали, нет, мы будем развиваться дальше, а государство поняло, что такие структуры нужны. Нужны структуры, которые должны будут обеспечивать внутреннюю безопасность государства. Эта конвойная команда начала развиваться, и в последующем такие команды начали развиваться по всей стране, по всему новому молодому советскому государству. Но мы будем говорить о Беларуси. Внутренние войска всегда развивались динамично и всегда в сложной обстановке. Почему? Потому что мы все время, что тогда, что сейчас, мы все время находимся в условиях выполнения задач. И реформирование, и вооружение, и переоснащение. Все происходит в тот момент, когда мы одновременно выполняем те боевые задачи, которые на нас возложены. И времени для какой-то передышки ее нету совсем. Внутренние войска, они всегда на посту, они всегда в атаке. Война закончилась, послевоенное восстановление, бандитизм внутреннего войска нужный, конвоирование военнопленных. Кстати, военнопленных немцев более 50-57 тысяч конвоировали внутренние войска НКВД. И знамена более 200 военнослужащих войск, внутренних войск НКВД бросали к стенам Кремля. А далее 90-е годы? А далее 90-е, лихие, борьба с бандитизмом. Но восстановление белорусского государства тоже сложно проходило. Поэтому президент в тот момент поставил четкую задачу. Бандитизма, организованной преступности быть не должно. И войска вместе с органами внутренних дел приступили к этой задаче. И вот тогда и появился у нас первый отряд специального назначения. Это специальный отряд быстрого реагирования. Давайте тогда о нем сразу и поговорим. Все-таки отряд специального назначения, точнее специальный отряд быстрого реагирования. Это особое подразделение, которым, не знаю, вы гордитесь. Чем он отличается от других спецподразделений? Кстати, в этом году этот отряд отмечает 25-летие. Юбилей? Да, уже 25-летие отмечает. И это бойцы особой закалки. Это бойцы особой мудрости, особого духа. Отбор в этот отряд идет очень серьезный. Это тот коллектив, который спина к спине, плечом к плечу, они никогда никого не подведут. Они 24 на 7 находятся в готовности к выполнению любой задачи. Это очень эксклюзивное подразделение, потому что оно может работать как в населенном пункте, так и в лесу. Сегодня мы освоили в отряде новую специальность. Это водолазное дело, раньше не было. На вооружение отряда поступили новые виды оружия, новые виды бронетехники, бесплотных летательных аппаратов. Это то подразделение, в которое хотят попасть все. Но кроме этого отряда, исходя из той обстановки, которая сложилась, и министрам была поставлена задача, мы их выполнили. Мы создали еще 8 отрядов специального назначения. Практически в каждом областном центре. И все они уникальны? Они все уникальны, все выполняют свои задачи. Но самая главная задача их, это готовность к ликвидации незаконных вооруженных формирований и диверсионных разведывательных групп. Но они повседневно работают, они и сейчас находятся в работе. Кроме этого, несут службу вместе с пограничниками на государственной границе. Прямо сейчас Брестский отряд наш выполняет задачу в одном из районов пригранища в Брестской области. Это что касается спецподразделений. Но а если говорить об основных задачах вообще внутренних войск в целом, вот до сегодня? Это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности совместно с органами внутренних дел. Вроде бы звучит просто, но это большой спектр задач. Граждане ощущают спокойствие на улицах. Наши бойцы ее тоже патрулируют вместе с милицией. При посещении массовых мероприятий никто не беспокоится, безопасно ли оно, потому что мы тоже участвуем в обеспечении массовых мероприятий. Наши саперы, несмотря на то, что 80 лет практически уже прошло с момента последнего выстрела Великой Отечественной войны, мы до сих пор разминируем территории и находим объекты взрывоопасные, которые остались еще с времен той войны. Реагируем на сигналы, объект заминирован. Наши саперы работают тоже 24 на 7 по всей территории Республики Беларусь. Мы охраняем белорусскую атомную электростанцию. Сейчас внесены дополнения в законодательство и определена зона с особым правовым режимом, ведь это объект особо важный и государственный. Поэтому мы обеспечиваем антитеррористическое прикрытие, в том числе этого объекта, и контролируем зону безопасности с особым правовым режимом. Конвейером осужденных, лиц, содержащиеся под стражем, обеспечиваем судебные процессы, охраняем исправительные колонии. Вместе с пограничниками участвуем в усилении охраны государственной границы, участвуем в территориальной обороне, участвуем в выполнении задач в рамках контртеррористической операции, если такая будет проводиться. Какими качествами должен обладать человек, который потенциально хочет попасть на службу во внутренние войска? Знаете, первое, это в любом деле, что должно быть, это желание. Если есть желание, добьешься. Второе, это должна быть такая моральная устойчивость и моральная готовность к тому, что предстоит выполнять. И любить свою Родину. Да, все достаточно просто. Двумя словами буквально. Любить свою Родину. Вот это очень важно. Сергей Александрович, я еще раз поздравляю вас в вашем лице, всех ваших коллег, с профессиональным праздником, с Днем внутренних войск МВД Беларуси. Желаю вам, конечно же, стальных, в общем, вы поняли, нервов и так далее. И, конечно же, преданности нашей родной Беларуси. Спасибо большое. Если можно, я тоже, разрешите, пользуюсь вот таким случаем, разрешите поздравить тоже всех военнослужащих внутренних войск, ветеранов из Днем внутренних войск. От бойца до генерала. Поздравить матерей и отцов тех бойцов, которые сейчас проходят у нас срочную военную службу. Внутренние войска – это семья. Все Министерство внутренних дел – это семья. И в этой семье мы никого не бросаем. А то, что мы защитим наш народ, я в этом уверен. И я уверен в каждом, кто находится рядом со мной в одном строю. Я хочу поздравить наших воспитанников военно-патриотических клубов, потому что они уже как члены нашей семьи. Мы уже не разделяем это наши, наши дети. Мы относимся к ним именно так. И пожелать всем мира, здоровья, добра, крепости, духа и спецназовского здоровья. – Отличные слова. Спасибо вам еще раз огромное. А я напомню, что у нас в студии был заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь Сергей Гребедников. – Лес для нашей Беларуси – это богатство, безусловно, гордость и, можно сказать, наше наследие, которое надо беречь и возобновлять. И вот к предстоящему сезону в лесхозах выращено более 100 миллионов саженцев. – Это и сосны, и ели, и березы, дубы. Почти 4 тысячи гектаров нового леса планируют высадить только в Минской области. – Ну что ж, присоединиться к высадке может любой желающий. Только, наверное, с Луной стоит посоветоваться, чтобы все заселенело, заколосилось и в удовольствие себе. – Ну, конечно. – 18 марта. Восьмые и девятые лунные сутки. Сегодня вас сто и дело будут посещать негативные и тоскливые мысли. Возникнет желание поссориться и спровоцировать конфликт. Большая часть дня пройдет под влиянием девятых лунных суток. Символ – летучая мышь. Энергетические вампиры будут пытаться подзарядиться новыми эмоциями. Сохраняйте спокойствие. Категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию. Небольшая геомагнитная активность – 2 балла. Совет дня. Вместо того, чтобы ставить других на место, попробуйте поставить на их место себя. Большая премьера от национальной киностудии «Беларусьфильм» к 80-летию освобождения Беларуси не за горами. Картина «Время вернуться» расскажет об уникальной операции беларуских партизан. Немцы отступали, но линия фронта замерла на рубеже. Витебск, Орша, Могилев, Шлобин. Мы прибыли для того, чтобы здесь окончательно установить порядок господства Рейха. На дня в город прибыла яхта команда. Кто? Ваши души, Вань. Мы имеем слабые места в обороне противника. Немцы уверены, что мы ударим ОТО. А мы ударим? Вам все ясно? Ловер! Гельмут, Катя. Врачи должны лечить, а не воевать, Катерина. Ты вернешься? Саваться сюда самоубийством. Они на это и рассчитывают. Мы его нашли, товарищ Камрик. Даже сами немцы о нем не знают. Черт. Может это так продолжаться? Должен наступить перелом. Ну что ж, с удовольствием посмотрим. Ждем на экранах нашей страны. Ну что ж, на календаре весна. А это время ярких красок, необычных расцветок и оригинальных сочетаний в одежде. Да, вот, например, она может быть украшена геометрическим принтом в форме зигзага. Острые углы и ломанные линии, свежая и оригинальная подача. Такой привычной для нас полосатой расцветки. Зигзаги и яркие молнии вернулись в моду, получив уже более современное название – шевронный принт. Смело. Очень. Очень. Как на подиуме, мне кажется. Зигзаги могут быть и крупными, и мелкими, и цветными, и монохромными, и длинными, и короткими. Присутствовать и на верхней одежде, и на аксессуарах. Смешивать самые неожиданные цвета и узоры можно не только в эффектных вечерних нарядах, но и в повседневных. Где повседневные? Ну где? Ну, на самом деле, везде. Но ты правильно отметил, что это очень смело, и не каждый решится. Фигуру нужно иметь. Прекрасно. Знаешь, чтобы эти зигзаги не расползались и превращались непонятно во что, да? Да, да. Зигзаг – это узор активный, динамичный, поэтому сочетать его стоит с однотонной одеждой. Отличный вариант для несложного, но стильного образа – зигзагообразная юбка с однотонным жакетом или футболкой. Ну вот здесь не перебор. Вот здесь хорошо. А до этого был полный перебор. Там все так рябило. Ты не понимаешь, что женщина или новости закончились? У тебя сегодня тоже активный принт. Не зигзаг, конечно. Кстати, как тебе? Хорошо. Ничего, да? Цвет вообще шикарный, весенний такой прям… Надо мне что-то такое тоже. Давай, пошьем. Продолжаем. Доброе утро, телеканал ОНТ. Ярко и масштабно прошел финал республиканского конкурса «Женщина года-2023». Да, более 300 участниц и 7 номинаций. Борьба развернулась очень серьезная. Да. Талант, красота и грация. В столице подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года-2023». Награждать лучших из лучших уже традиция Белорусского союза женщин. Это 16-й по счету конкурс. В зале представительницы организации, которые громко заявили о себе в прошлом году. Конкурс «Женщина года» у нас уже проходит не первый десяток лет. И мне кажется, это важно, потому что женщины на протяжении года вкладывают много сил душевных, физических, абсолютно разных, для того, чтобы включиться, помимо своей основной работы, еще и в общественную деятельность. Было задание у каждого сделать такую презентацию из себя. То есть каждый делал это или как видеопрезентацию, или как эссе. Все это присылалось. Было создано жюри. Члены президиума входили в жюри. Жюри отбирало лучших. Всего в конкурсе приняли участие более 300 женщин из разных регионов страны. 60 из них получили награды. Отбор проходил на всех территориальных уровнях. Сначала город, затем область и только потом республиканский масштаб. Женщина, вы знаете, поддерживает все те инициативы, которые есть в нашей стране, которые направлены на созидание, на развитие, на дальнейшее совершенствование в любой отрасли в нашей стране. Отличает нашу белорусскую женщину. Это, по-моему, безмерная любовь к своей стране, к своему народу, к тому делу, которым она занимается. И необыкновенное чувство патриотизма. Это возможность продемонстрировать, насколько ты активен. И насколько наши женщины добры, отзывчивы, которые могут протянуть руку помощи и подставить свое плечо. Поэтому данный конкурс позволяет нашим женщинам раскрыть себя. Лучших определили в семи номинациях, но кроме основных, еще три специальные премии. За воспитание настоящего мужчины, за мужество и волю к жизни, а также за верность и преданность союзу женщин. Всем доброе утро. В Китае женщина оставила многомиллионное наследство своим питомцам. В завещании она написала, что в то время, как дети ею пренебрегали, домашние животные всегда были рядом. Да. О том, возможно ли такое у нас в Белоруссии, о других нюансах завещания узнаем у нашей гости. В студии нотариус Минского городского нотариального округа Елена Синожацкая. Елена Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Действительно любопытная ситуация. Завещание на своих питомцев на Западе вроде бы не редкость. Мы периодически читаем такие новости. А у нас вообще возможно такое по закону? Нет. К сожалению, у нас составить завещание и завещать свое имущество своим питомцам, кошечкам, собачкам невозможно. Конечно. Законодательством не предусмотрена такая возможность. Но при этом можно возложить обязанность на наследника указанного в завещании содержать, досматривать, кормить свое домашнее животное. Вот вообще слово завещание, я сразу боюсь этого слова. Это такое ощущение, что это какая-то сложная, какая-то процедура. Вообще зачем нужно писать завещание и нужно ли это делать? Как вы считаете? Это сложно. Некоторые люди вообще боятся. Есть мнение, что если написал завещание... Скоро умирать надо. Так ли это? Ну, конечно, нет. Конечно же, да. Но что такое завещание? Завещание – это воля изъявления гражданина по распоряжению своим имуществом на случай своего ухода. Когда нужно завещание составлять? Когда человек хочет изменить установленный законом порядок наследования и завещать конкретное имущество, либо все имущество, либо его часть, одному, либо нескольким наследникам. Как включенным в состав наследников по закону, так и это могут быть посторонние лица, это может быть юридическое лицо, либо Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы. А исходя из вашей практики, белорусы в каком возрасте в среднем задумываются об этом и действительно идут к нотариусу? Ну, я так понимаю, правильно, к нотариусу необходимо прийти, да? Вот как это обычно происходит? Чаще это, конечно, все-таки люди преклонного возраста. Однако на сегодняшний день, исходя из практики, все чаще и чаще молодежь, люди среднего возраста, тоже приходят к нотариусу составить завещание. У кого-то много переездов, у кого-то экстремальные виды спорта, и люди хотят, чтобы их дела, их вопросы имущественного характера были приведены в соответствии с их волей. И это грамотный подход, на мой взгляд. Молодежь богатенет? Есть что оставить? Уже есть что оставить? Ничего себе, молодцы какие-то! Давайте расскажем, как эта процедура происходит. Мы приходим к нотариусу, да? Как пишется завещание? В свободной форме или есть какие-то правила? Законодательством предусмотрено, что завещание должно быть обязательно составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Завещание может написать завещатель сам, собственноручно, и подписать его в двух экземплярах. Либо завещание может составить нотариус со слов завещателя, но в присутствии свидетеля. Завещание может составить совершенно любой нотариус Республики Беларусь. То есть человек может обратиться к любому нотариусу, независимо от места жительства. Совещание должно быть составлено лично. Нельзя составить завещание по доверенности. Также завещание составляется от одного гражданина. Не предусмотрена возможность составить завещание от нескольких, двух и более лиц. Потому что на практике нередко приходит пожилая пара и заявляет о том, что мы бы хотели составить завещание. Ну и нотариус, конечно, всегда разъяснит и нормы законодательства, и правовые последствия. И, конечно же, поможет. То есть при составлении завещания, конечно, необходимо обратиться к нотариусу и получить консультацию, потому что данная область права, она очень обширна. И к тому же, если человек не может, ему затруднительно прийти к нотариусу, то ровно так же, как и любое другое нотариальное действие, нотариус может выехать по месту жительства гражданина и составить завещание уже по его месту жительства. Составлено завещание, но через прошествие какого-то времени поменялись обстоятельства, и нужно внести изменения. Как это правильно делается, и что для этого нужно? Сколько раз можно, кстати, эти вообще изменения вносить? Тоже хороший вопрос. Ну, в данном случае количество изменений может быть неограничено. Ну, и иногда люди этим пользуются. Для того, чтобы отменить, либо изменить завещание, есть два способа. Первый – это составить новое завещание. Если завещание составлено в отношении одного и того же имущества, например, действительно изменила жизненная ситуация, и, допустим, дедушка составил завещание первое на своего сына и оставил ему все свое имущество, а потом передумал и решил составить завещание на троих детей в равных долях, то вот это вот новое завещание, оно отменит завещание, которое было оформлено раньше. Но здесь нужно понимать, если, допустим, дедушка составил первое завещание на квартиру, потом подумал и решил составить завещание на гараж машины, потом прошло еще время, и он составил завещание на денежные средства. Вот в данном случае будут действовать все три завещания, потому что они составлены на разные имущества. Да. И второй способ отмены завещания – это отмена завещания путем уничтожения всех экземпляров. Но здесь очень важно именно ключевое слово «всех экземпляров». Если человек составил завещание, передумал, и дома его уничтожил, порвал и выбросил, то всегда остается экземпляр завещания, который хранится у нотариуса, и завещание действует. Елена Николаевна, вот вообще, когда речь идет про унаследство, мы знаем, что есть некая очередность. Вот кто относится к первой очереди, к второй и так далее? Нормами Гражданского кодекса установлены очереди. Первая, вторая, третья, четвертая и последующие. В случае отсутствия завещания, правильно? Да, это наследование по закону подразумевает. В первую очередь, родители, дети, супруг. Внуки наследуют по праву представления. И только в том случае, если отсутствуют наследники предыдущей очереди, либо они не приняли наследство, либо отказались от наследства, либо устранены как недостойные наследники, право наследования по закону переходит к следующей очереди. Ну, очереди, каждая последующая очередь, это более дальняя степень родства. А родители, дети и супруги, они в равных долях наследуют? В равных долях, да. Это наследники первой очереди, и они наследуют в равных долях, если не составлено завещание. И при этом я хотела бы еще отметить важный очень момент. Свобода завещания ограничивается правилом об обязательной доле. Законодатель определил круг наследников, которые получат наследство, независимо от составления завещания. Это наследники первой очереди, родители, дети, супруг, которые являются к моменту принятия наследства нетрудоспособные. То есть несовершеннолетние нетрудоспособные дети, либо нетрудоспособные родители или супруг. Это достижение пенсионного возраста, либо инвалидность любой степени. В общем, надо в школе эту информацию говорить, проговаривать, чтобы любили своих родителей еще больше, ценили их. И внуки, чтобы любили своих родителей. Я думала, ты скажешь, что со школы прям завещание. А со школы? Спасибо большое за информацию полезную. Я напомню, что у нас в студии сегодня была нотариус Минского городского нотариального округа Елена Синожатская. Что мы оставим потомкам в наследство? Говорим сегодня на эту тему. Вот, например, раздел имущества. Ситуация серьезная и часто довольно запутанная. Да, вот могут ли дети от первого брака претендовать на наследство? С нами на связи сегодня адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Загудаева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. При наследовании по закону дети, как супруги и родители, являются наследниками первой очереди. И независимо от того, в каком браке эти дети рождены в первом или в последнем, они все равно являются наследниками и будут наследовать наравне с другими равные доли наследства. Другой вопрос, когда есть завещание. Если ребенок не указан в завещании, он все равно будет претендовать на получение наследства. В этом случае должны быть следующие условия. Ребенок должен быть либо несовершеннолетним, либо недееспособный. Недееспособный – это ребенок, который является несовершеннолетним, либо ребенок, который является инвалидом первой, второй или третьей группы, и даже независимо от того, получает он пенсию по инвалидности или нет, либо ребенок, который достиг пенсионного возраста. В этом случае данный ребенок будет иметь право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в наследстве составляет половину той доли, которую ребенок наследовал бы при наследовании по закону. Например, если родитель оставил завещание, у него есть два ребенка, и в этом завещании он указал только одного ребенка, других наследников нет, то тогда второй ребенок будет иметь право на обязательную долю в наследстве, которая будет составлять 1 четвертую, потому что при наследовании по закону он имел право бы на 1 вторую долю. Либо другой пример. Если родитель указал двух этих детей в завещании, но одному он завещал 5 шестых, а другому 1 шестую, ребенок, которому завещана 1 шестая доля, будет иметь право на 1 четвертую долю в наследстве. Мария, спасибо, вот столько нюансов на самом деле, но сейчас немножечко понятнее стало. Чуть-чуть понятнее, но все еще вопросы остались. Будем разбираться дальше. Целое кладбище ценных ретроавтомобилей нашли в британском Уэльсе. Машины стояли, уже все заросшие, в заброшенном саду. Редкие дорогие модели все были в ужасном состоянии. В общем, хозяина-то нашли. Он пояснил, что из-за жизненных проблем перестал следить за своей коллекцией. Мы так поступать не собираемся. Продолжаем следить за нашими авто. Еще с вашему вниманию полезная информация по этой теме. Доброе утро. Хотя она вряд ли, но добрая, если вы едете прямо, а ваш руль стоит криво. Я Павел Максимов, и сегодня поговорим о том, что делать в такой ситуации. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная проблема зачастую сопровождается тем, что когда вы отпускаете руль, автомобиль начинает уводить в какую-либо сторону, в какую не имеет значения. На это есть несколько причин, и поговорим о том, что же делать и на что обратить внимание. Первая причина актуальна, кстати, весной. После замены резины на летнюю, либо на другие диски, необходимо сделать развал схождения колес. Это делается не только при замене резины, но и при работе с подвеской, а также при каких-либо ее повреждениях. В общем, обращаем на это внимание, едем на специализированное СТО и выставляем колеса так, как они должны стоять. Чтобы машина ехала ровно, руль также смотрел, куда надо, и резину не подъедала. Следующее, на что необходимо обратить внимание, это тормозная система. Дело в том, что какое-то колесо может подклинивать, либо, наоборот, тормозить меньше, чем нужно, и от этого автомобиль тоже начнет уводить в сторону. А тормозная система напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому, если после развала схождения руль стал ровно, а машину все равно тянет, проверяем тормоза. Следующим шагом проверяем давление в шинах. Оно должно быть равномерным. Если автомобиль начнет крениться из-за того, что одно колесо накачано больше, а противоположное меньше, то он потеряет свою способность к хорошему управлению, снизится комфорт, повысится износ колес. Поэтому проверяем давление, а где посмотреть нужные параметры, сейчас покажу. Конкретно в этом автомобиле место таблички – это лючок бензобака. В других автомобилях классические места – это проемы дверей, либо также лючок бензобака. На этой табличке вы можете найти все необходимые данные касаемо нагрузки автомобиля, и какие должны быть шины, а также какое должно быть давление. В общем, все подробно написано, ничего сложного. Рекомендую иногда заглядывать и сверять с показаниями манометра на ваших колесах. Ну и в целом, состояние покрышек – это не только комфорт, но еще и безопасность. Но если вы не хотите заморачиваться со всеми этими способами, то обязательно обратитесь в сервис, чтобы вам продиагностировали подвеску, рулевое управление и нашли причину, почему ваш автомобиль ведет себя не так, как обычно. Ну а с вами был Павел Максимов. Катайтесь в удовольствие. Еще увидимся! Составление завещаний – большая редкость для Португалии. Однако Луис де Камаро составил документ, согласно которому все его богатство было удано 70 людям, случайно выбранным из городского справочника. Вот интересный подход, да? Ты бы так смог? Мы, кстати, сегодня обсуждали, как бы смог Герман. Вариантов было много. Ну вообще, Луис немножко, мне кажется, не дружит с головой. У нас была версия, например, если в понедельник, если во вторник… То так распорядимся. В общем, да, если некому отдать свои деньги и наследство, можно поиграть. Но в нашей стране нельзя. В нашей стране нужно указать имя, фамилию, отчество. Вот и справочник. Спрос, справочник. Ну вот. Друзья, ладно, шутки шутками, меньше слов, больше дела. Разомнемся в начале отличного дня. Доброе утро! Сильные мышцы спины помогают сохранить здоровое тело и красивую осанку. Давайте сегодня посвятим тренировку этому. Ложимся на живот. Ноги прямые. Руки вытягиваем перед собой. И теперь сгибаем одну ногу и тянем колено вверх. Голову при этом разворачиваем в обратную сторону и опускаем логоть. То же самое в другую сторону. Все движения плавные, мягкие. Чувствуете натяжение в мышцах. Теперь становимся на четвереньке с упором на прямые руки. И одновременно вытягиваем ногу и противоположную ей руку назад до параллели с полом. Теперь делаем мах рукой вперед и подтягиваем колено к груди. И вновь вводим руку и ногу назад. Спина прямая, живот подтянут. Продолжаем работать, сохраняя равновесие. Исходное положение тоже, только руку уже вытягиваем вперед. Округляем спину и одновременно подтягиваем локоть и колено к себе. Вытягиваемся до параллели с полом и отводим руку и ногу в сторону. Держим баланс, развиваем координацию, не даем мышцам расслабляться. Спасибо за тренировку. Все выпуски программы можно найти на ютуб-канале «Наше утро». Отличного дня и пускай спорт станет вашей хорошей привычкой. Попробовать себя в роли криминалиста или раскрыть преступления по горячим следам. Этим и не только удивляла Академия МВД на дне открытых дверей. Правоохранители на открытой площадке представили свои экспозиции и познакомили с работой оперативников. Участковых инспекторов, сотрудников ГАИ, следователей и экспертов-криминалистов. Яркое выступление подготовила сборная милицейского вуза по рукопашному бою. Пообщаемся не только с ребятами нашими, приобщаемся с родителями, с педагогами будет возможность пообщаться. Приехали не только школьники, приехали лицеисты, приехали кадеты, воспитанники патриотических клубов, даже юные инспекторы дорожного движения. Но в целом, вы видите, настоящий праздник получился. По большому счету, мы готовы к диалогу. И будем рады, если наши ряды пополнятся еще большим количеством тех ребят, которые изъявили желание приехать сюда. Желающие узнать о специфике работы милиционеров приехали со всей страны. Многие мечтают об этом с детства, следуя примеру своих родителей. Прежде всего, у меня папа был военный, я так понимаю, это мне передалось по наследству. Хочу связать жизнь, потому что с детства увлекался какими-то военизированными структурами, военно-патриотическими клубами, клонирую поступать сюда, на факультет криминальной милиции, правоведение. Мне больше нравится такое активное движение, именно конкретное взаимодействие с преступниками. Будущие правоохранители примерили экипировку сотрудников, оценили служебную технику и посетили выставку оружия. Масленицу встречали с размахом. Встречали весну в каждом уголке нашей страны. У Дворца детей и молодежи в Минске было особенно многолюдное. Песни, обряды, спортивные состязания. Занятие по интересным, кстати, нашли взрослые дети. Ну и куда же нам Масленицу без блинов? Каждый день. Ну, я верю. И не на Масленицу. Ой, 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 это не тебе, это я про себя. Про себя. Ну, друзья, на самом деле, вот лично со мной вы голодными точно не останетесь. Дарю вам бесплатно еще один рецепт. Блинчиков? Завтра. А может быть нет, да? Ну ладно. Сейчас посмотрим. На все согласно. Давай. Если вы, как и я, за ночь проголодались, предлагаю срочно приготовить вкуснейшие рисовые оладьи с ветчиной. И, например, сыр. Для этого нам понадобится уже приготовленный рис, два яйца, сыр, ветчина, мука, растительное масло и хорошее настроение. Ну что ж, поехали. Берем, быстро разбиваем два яйца и перемешиваем. Я всегда пользуюсь крупной солью, чего и вам советую. Перемешиваем все это дело. Далее добавляем сюда три столовые ложки у меня уже приготовленного заранее риса. Раз, два и три. Дальше занимаемся зеленью. Берем петрушку, укроп. И добавляем к нашему рису с яйцом. Далее беремся за ветчину. У меня то, что было в холодильнике, если у вас есть сосиски, мои любимые, например, можете взять копченые сосиски. Тоже вкусно будет. Любое мясо, колбаску можете туда добавить. Ладно, у меня ветчина. И нарезаем все это дело как угодно нарезайте. Когда говорят, нарезайте как полосочками, кубиками, как хотите, так и режьте. Далее добавляем к нашей прекрасной летней рисовой смеси. Далее сырок. Сливочный наш, родной, белорусский. И осталось у нас, что осталось, что осталось? Мука. Мука осталась. Вот ее и, собственно говоря, добавим. Большую столовую ложку муки. Все, вроде ничего не забыли. Перемешиваем все это дело. Маслице. Кто на чем, я на растительном сегодня жарю. Можно на сливочном. Еще колоритнее будет, но вкуснее. Можно, кстати, одним блином. Я люблю, честно говоря, по-быстрому целый положил и жарь себе. Ну, сегодня будем такими, такими блинчиками, что ли, делать. Поехали. Удивительно идеальной формы получаются у меня оладьи. Оладьи. Ну, выглядят они как-то сногсшибательно, даже я вам хочу сказать. Жарим без крышки до того состояния, как вам нравится. С пригарками, так с пригарками. Нет, так нет. В общем, ждем. Итак, моя любимая золотистая корочка уже готова. Давайте же скорее пробовать, что получилось. У меня нет сметанки, у меня есть, нашел грибной соус. Попробуем, что это такое. Сюда раз. Сюда два. Три. Ну, что, а у нас дегустация. Дегустация, мне кажется, должно получиться так, как у меня в голове. Ты сейчас представил. Если хуже, я не переживу. Приятного аппетита. Как хрустит рис. Ребята, с грибным соусом. Обалдеть. Я не знаю, что так зажарилось до хруста. Но если вы любите вот это сочетание и бекон. Вот только съел сейчас бекон. Хорошо, что у меня еще два осталось. Срочно готовить этот рецепт. Вы знаете, я сам в шоке, что получилось так вкусно. Поэтому я рекомендую всегда. Экспериментируйте на кухне. Готовьте с радостью, с улыбкой. И тогда ваш день пройдет классно. С вами был Герман Тютов. Увидимся. Пока. Ха! 18 марта. Сегодня день яичницы. Считаете, что это блюдо очень скучное? О, нет. Я с этим однозначно не согласен. Да, и следующая подборка из разных уголков нашей планеты. Это убедительное доказательство тому, что яичница заслуживает звания изысканного и оригинального блюда. И, между прочим, сложного. Мне кажется, любой шеф-повар скажет, что приготовить яичницу надо еще уметь. Антон Каленик. Антон Каленик, да. И ты. А, и я, кстати, могу. Может. Тортилья – это испанская яичница, которую, по одной из легенд, когда-то приготовила бедная домохозяйка из Наварры для остановившегося на ночлег генерала. У женщины не оказалось ничего, кроме картошки, яиц и лука, из которых она и состряпала такое популярное нынче блюдо. Израильская яичница жарится в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ. Несмотря на то, что появилась она в Северной Африке, настоящее признание пришло к ней именно в Израиле. Шакшука имеет множество вариантов приготовления. В Грузии яичница носит необычное название чербули и обязательно включает в свой состав кинзу, помидоры и грецкие орехи, которые придают яичнице особый вкус. Местные жители называют блюдо круче гор. Японцы готовят тамагаяки. Это сладковатый и пряный омлет, в процессе приготовления которого яйца смешиваются с бульоном из соевого соуса. При жарке омлет несколько раз переворачивают и, как правило, подают к столу в виде ролла. В Мексике яичницу называют яйца по-деревенски. Глазунью выкладывают на теплую кукурузную лепешку вместе с фасолью, томатами, мясом, авокадо и другими топпингами. А затем поливают острым чили соусом и приправляют красным перцем. Настоящий завтрак с огоньком. Ну что, утро понедельника – это время, конечно же, психологических советов от Павла Загмантовича. И сегодня мы, значит, озвучим вопрос от Евгении, значит, Брестской области. Вот наша телезрительница спрашивает, нормально ли, если в отношениях один партнер что-то запрещает другому? Например, требует с кем-то не общаться, не надевать какие-то вещи, ну и так далее. Ну, беда. Это очевиден, но давай спросим. Беда. Да, Павел, слушаем. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Я думаю, вопрос все-таки не о том, может ли он это делать, а о том, хорошо ли это, допустимо ли это. Я вам скажу, не знаю, кто я такой, чтобы решать что-то за вашу жизнь. Вдруг вам нравится, что вам что-то запрещают? Вдруг это вас как-то бодрит? Вообще, на мой взгляд, люди, взрослые, вступающие в отношения, в романтические, это два человека, сложившихся, свободных и так далее, которые могут договариваться о чем-то, вести переговоры, находить какие-то консенсусы, ну хотя бы компромиссы. И на основании этого как-то строить свою общую жизнь. Запреты, чисто с психологической точки зрения, как правило, введут к чему-то не очень хорошему. Против запретов обычно выстают. Но может быть, конкретно вам это нравится. Ориентируйтесь по себе. Если нравится, ну хорошо, пускай будет так. Если не нравится, ну тогда обсуждайте это с партнером. А может, не может, это дело десятые. Эти отношения, как-то все сложно порой бывает. Вот прикинь, мне нравятся куриные шеи, а ей не нравятся куриные шеи. Все, конфликт. Конфликт интересов, как жить дальше. Разные кухни сначала начинаются, потом разные квартиры, понимаешь? Потом разные города, вот так вот распадаются все отношения. Беда. Продолжаем. Конечно же, наш эфир, но прежде напомним, что писать нашему Павлу Загомонтовичу вы можете в наш электронный адрес. По адресу утрособака.онт.бивай. Он лично все просматривает. Наше утро, 18 марта, неделя обещает быть насыщенной. Сегодня обсудили тему наследства и наследия с разных сторон. Берегите себя и своих близких. Ну, а нам с Германом пора уже прощаться. Спасибо, что были с нами этим утром. Катерина Алисеевич, Герман Титов. Мы идем завтракать. Пока. Пока-пока. Хорошей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова